Уважаемый Александр Иванович, здравствуйте! Эта гора обломков за моей спиной была когда-то моим домом. Дома моим, моих детей, моих родителей. Обращаюсь к вам, так как незаживающее ранее на моем сердце, добавилось еще чувство стыда. Стыда за следственный комитет, который вы возглавляете. Мы с вами уже встречались 27 октября 2021 года. Мы проводили встречу в формате видеоконференции с жителями Всеволожского района. Вот он я, второй справа на этой фотографии. До сих пор стоят перед глазами кадры разрушения моего дома. Ну, фотографируй! Я распечатал сайта следственного комитета, краткую сводку о той встрече. Позвольте, я зачитаю. Кроме того, один из заявителей посетовал, что факт неправомерного сноса его дома на участке в одном из СНТ имеет непосредственную связь с незаконным захватом земель. Я обратился к главе ведомства с просьбой организовать проверку всех обстоятельств произошедшего. Председателю СК доложено, что в настоящее время в производстве отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета СК России Ленинградской области находится уголовное дело по части 1, ст. 201 и часть 2, ст. 7 УК РФ в отношении адвоката Кудрина, А.В. Ирущаева, Владимир Николаевич Александр Иванович потребовал от подчиненных обеспечить качественное и оперативное расследование уголовного дела А теперь, Александр Иванович, позвольте рассказать, как исполнено было ваше требование Казалось бы, совершенно простое дело Исполнитель преступления найден Заказчик преступления изобличен Директор фирмы, кто сдавал в аренду экскаватор и водитель экскаватора однозначно указали на Кудрина Кудрин арестован, удоставлен в суд Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста И тут у следствия что-то сломалось, что-то забуксовало И мой дом волшебным образом превратился во временное сооружение И наша большая дружная семья уже здесь не жила, а периодически приезжала И использовала вот это сооружение только для того, чтобы укрыться от дождя Кудрин из организатора преступления превратился в мягкого, белого, пушистого котенка И сговора никакого не было И дом хотели просто перенести Но что-то не срослось И он сломался, развалился сам собой После двух лет напряженной работы Следственного комитета Ленинградской области удалось переквалифицировать Часть вторую статьи 167 в часть первую 167 И потом еще дело блуждало полгода по судам из одного футболили в другой А теперь позвольте я зачитаю итог этой плодотворной двухлетней работы Дело за номером 1-1 дробь 2023-18 от 02-03-2023 Прекратить производство уголовного дела в отношении Кудрина Андрея Валерьевича Обвиняемого в совершении преступления Предусмотренного частью первой статьи 167 УК РФ В связи с истечением сроков давности уголовного преследования Вот такое тщательное и оперативное расследование у нас вышло Теперь Кудрин зовет меня по понятиям поговорить Мне предложено пойти в гражданский суд и взыскать деньги за снесенный дом С домработницы Кудрина Одинаевое шахло с этой таджички И последнее Александр Иванович На той встрече в октябре 2021 года Вы потребовали изъять из производства Следственного комитета Ленинградской области Уголовное дело по части 4 статьи 159 Где Кудрин украл более 100 миллионов рублей у жителей СНП Северной Жемчужины Это уголовное дело уехало в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации Прошло больше полутора лет И я не знаю, что с тем уголовным делом Мы, жители Северной Жемчужины, очень просим вас дать обратную связь И очень хочется верить, что судьба уголовного дела по 159 статье Не повторит судьбу моего дома Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому